Субтитры делал DimaTorzok Кто за нас катается, они априори не могут бесить, потому что это наши чуваки И мы, во-первых, с ними редко контактируем, а значит мы всегда с ними в супер хороших отношениях Потому что мы всегда рад друг друга видеть А если это вопрос по поводу работников магазина То мы с ними всегда контактируем, у нас есть с ними какие-то конфликты, наверное, касаются в рабочей сфере То есть мы там можем орать друг на друга, еще что-то, ну у нас какие-то недопонимания Но после 8 часов, когда работа заканчивается Но у нас еще такого никогда не было, чтобы у нас кто-то между собой был в контрах Ну, поэтому у нас все четко Я нон-стопом-то собираюсь, не надо Нон-стопом ты бусерброды ешь на складе У нас хорошая команда Наверное, ННХ мне бы хотел, на самом деле Прям НРС, я движуха это А БМХовые, типа такие бренды, как запчасти Да, мне нахуй не нужны Я в Холлреде работаю Че хочу, могу себе купить 15 я замерял Вырывал один волос и замерял 15 сантиметров, брата Откажись от аргумента Ты умный парень Не превращайся в дерьмо Послушай умных советов На БМХе, если, то с 2008 года А суммарно на его спреде мне Купили первый велик Двухколесный с двумя колесами Который не позволяет тебе падать розового цвета В детский сад Когда мне было 4 года Вот я только и катаюсь Давай топи вопросы мне свои Босяцкие Самая же Ой, я помню Короче, в рампе катался Ну, представим, да, что это копинг, короче, рампы Я такой, типа, заезжаю Стукаюсь передним колесом И вкатываю обратно Стукаюсь и вкатываю Это сокольник, вот, там такая высокая, достаточно рампа Блин, и, короче, я всю скорость набираю Набираю, набираю И, короче, вылетаю, получается, за рампу И хочу так же стукнуться передним колесом Но стукаться не во что И, короче, переднее колесо в шух уходит Я, типа, об копинг И прям рожей в этот там с 2-3 метров, ну сколько там, высота рампы, да, прям лицом на эту, ну на конец рампы, так упал. Мне потом даже стошнило, в общем, мне было да хреново, я думал, все, я сейчас дохну. Вот это было прям вообще запоминающееся падение. Корпус, голова, все удары. Легенько работаем, прям легенько. Прошу заметить, что капот такой у него. Ну, я зубы себе снял. Это значит, что кому-то сейчас будет пиздец. Такой удар был. Чисто. Удар у рот. Первый рабочий совет, ты должен катать с чуваками, которые хорошо катают, то есть катают лучше тебя. Ты будешь чувствуешь, что ты какой-то чумошник, и тебе нужно кататься точно так же. И это реально работает. Если ты катаешься один, и тебе даже с тобой никто не катается, и никто не может подсказать, что ты делаешь правильно или неправильно, то твой прогресс очень медленный. Поэтому, чувак, катайся с ребятами, которые катают лучше тебя. Но ни в коем случае не хуже. Потому что, если ты будешь кататься с чуваками, которые катаются хуже, чем ты, то ты будешь чувствовать себя выше уровнем, и тебе некуда будет стремиться. Я чуть не сдох. Бля, ну грязь. Можно голову вниз. Да все это вот из-за него, блядь, этого велосипеда. Жизнь-то хорошая. Че мне? Без напрягов. Меня все устраивает. Да просто приди в хеллрайт работать, у тебя будет то же самое, чувак. Я тебе отвечаю. Ну только, может, борода не будет расти. Мои фанаты, ну сними фанаты. Снимаешь фанаты? Значит, первый это Александр Савочкин. Второй Савок. Второй Савок, да. Третий после уже, как бы, топовых, да, мы топовых закончили. Наверное, для меня это Ирок. Он пиже, ну типа, он, во-первых, почему пиже, потому что он более меньше, более меньшовее, чем Костя, да, а ебашит, блядь, на уровне даже, возможно, выше Костян, не в обиду, да. Четвертый это Костян. Пятый, я так думаю, что это стритрайдер и цепанатик, это Агарков. Потому что беспалые, да, круто, но они захватывают больше уличные контесты, а Агарков захватывают, на самом деле, такие зарубежные. И, ну, он мочит, короче, пиже мочит по-любому. Защиты, блядь, это все, сколько защиты, нахуй. Просто все в защите, блядь. Кого мы защищаемся-то? Были пару раз, такие очень интересные, мамаши мне попадались. Ну, наутро они уже хорошо себя вели, а вначале, конечно, напряженно, потом расслаблялись. В скейтпарках, да нет, нормально все, они видят меня и думают, блядь, чурбаны убегают. Поэтому дети, мамаши, все. Мамаши ко мне, дети, нахуй, пипятые. Да, ну, я как-то, короче, это, приехал на открытый ринг по рукопашке, забил там 14-летнего школьника, потом вышел что-то 16-летний школьник и забил меня. Так что у школьники это опасная тема. Да, особенно, когда катается самокат. Вот такие школьники на самокатах. Всегда, наверное, в Хэлле я работать точно не буду, потому что магазины имеют свойство закрываться, я не говорю ничего плохого про Хэл, но вечный бизнес это как бы не фантастика. Своё будущее я вижу, я, что я буду заниматься каким-то своим делом. То есть, например, после Хэлла, да, я уже вряд ли пойду на какую-то работу, где, ну, мной кто-то будет управлять. Скорее всего, уже я буду кем-то управлять и так далее. Все это, к этому и стремится. Поэтому я работаю в Хэлле до тех пор, пока мне нравится, пока каждый раз, идя на работу, у меня нет такого чувства, типа, бля, опять дебильная работа, нет. Вот как только он у меня появится, скорее всего, я задумываюсь о том, чтобы уходить из Хэлла. Пока все нормально. Лучшая группа, которая катается на самокатах. Женская группа, женский бэн-бэнк. Я сверну, я вот даже не могу вспомнить. Наверное, волтоп. Мне очень тяжело давался волтоп. Это когда в стенку так прыгаешь. Бля, вот я с него падал очень много раз. Я так до сих пор его нормально не умею, но для меня это реально именно с прямого на прямую стенку, с баника. И это вообще колоссальная тяжелая хрень. А так самый тяжелый трюк это с Игорем боксировать. Это вообще тяжело. Пацаны в офисе вот очень любят меня. Они говорят, Санек, от души, чтоб прыгнал нам самокат. Удобненько, да? Дочень круто, да? Антон спряпал от начальства. Да, я вообще тварю ее, тварец я. Тварец, тварец. Тварец. Я тварец. Комплиты, если из коробки, то нет. Ну там вообще просто руль надел, колесо переднее надел, седло надел и педали закрутил. Все. Ну и тормоз там вставил, настроил. А собирать велик с нуля тяжело. Ну типа очень много нюансов. Там каретки, блять, всякие спейсеры подбирать. Это вообще геморрой, короче. Сложно, да. Ну если я не хочу инструментов, то ты вообще охереешь. Ну так минут 30, наверное, уходит, чтобы чистенько собрать его. Это уже прислуживание, что собранные колеса. Ну, спецованные. Если не собранные колеса, то час. Так вот скорбь, блять, я жду уже на самом деле. Я не знаю, когда выйдет этот видос, но я жду хорошей погоды. Ну типа сейчас вот, чтобы я в шортах мог выйти, понимаешь? Как бы без шорт выходить в первый раз это кат, ну это не то. Шорт, я видел видос уже на маяковке, катают ребят, но, во-первых, меня этот Игорян неплохо отхуерил, у меня всякие стереболят. Сейчас недельчика пройдет, еще чуть потеплее будет. Обязательно, блять, я напишу вообще по-любому. Жди. Твои красные или синие? Мои красные, я просто не хочу, чтобы ты видел свои крутые места. Первый байк. Первый байк мне купила бабушка в кишке. Втпшка в 2008 году. Выяснишь, что такое кишка? Кишка, в соколях магаз, в соколях, блять, кишка. Магаз такой, заходишь туда, и ты попадаешь в страну развода. Ну типа там цены генерируются как бы хайкерченно продавцами. Ну смотря как ты выглядишь, понятное дело, да? Да, собственно, мы туда приехали, у бабушки было очень мало денег. На те времена я себе хотел, чтобы она мне купила какую-то втпшку за 11 тысяч, потому что у нее была маленькая звездочка. Тогда я знал, что только маленькая звездочка, значит ты крутой пацан. Она сказала, внуку у нас нет таких денег, поэтому вот тебе 7 кэсов, хороший велосипед, и мне купили. Ну я катался. Кто бич на спиздал? Да нет, это специальные штуки, чтобы Игоря в лещей давать. Он не сможет уворачивать. Да на самом деле это нормальная тема, но если ты жесткий чувак, ну и типа если ты кручишь пятеры там со ступеней, либо ты любишь ванеть со ступеней, знаешь, там с 15, туда шлем, бля, тебе просто нужен. Но если ты катаешься как я, ну как обычные чуваки, да, то я думаю, что нет. Ну нет таких типа трюков, там типа с трехи ты голову себе не расшибешь, да? То есть самый большой риск это падение назад, на затылок. И вот от этого шлем спасает. А ну чтобы упасть головой вперед, не выставив руки, ну ты должен просто ДЦПшником, мне кажется, что так сделать. Поэтому только положительно отношусь. Если ты хорошо катаешься и любишь трюки, которые влекут за собой падение на затылок, то значит ты заботишься о своей репе. Бля, вот если кто-то любит стирать и не знает чем стирать клей от своих наклеек, вот чуваки, без пиздежа вообще, вот. Вот такая хуйня. Вот ее артикул. Двести, двести шестьдесят рублей. И все, бля, ну клея просто нет. И ни коцак, ничего, ни краску он не смывает, ни лак вообще, все будет топчик. Я его даже не смотрел, если честно. Ну типа какие-то фрагменты, да, там, но не более того. Поэтому я, наверное, ни за кого не болел на Simple Station. Для меня в принципе это то, что чуваки там отрывались, ебашили. А я не вижу Simple как соревнование. Вижу только, что чуваки показывают свое мастерство, не более того. Опять же, это же не спорт, это движуха. Поэтому чуваки оттусили, не зайдите. А, ребенок с тебя спросит, что ты был на халяву. Шапку на халяву дали. Я же говорил. Я просто призываю кататься на BMX, потому что BMX, он сейчас, ну можно сказать, умирает. И на нас, скорее всего, уже заканчивается вот эта вот как раз эпоха. И нужно просто как можно, блядь, сильнее все это нахуй делать, все эти движухи, контесты, соревы. И чтобы это как можно дольше, чтобы BMX дней было хотя бы, ну еще пять. Вот пять BMX дней, чтобы было у нас, и все будет круто. Потому что потом будет Scoot Day. Тогда уже можно сказать, что BMX умер окончательно. МТБ умер окончательно, да? А BMX, ну мы же, я говорю про Рашку конкретно. То есть в Рашке он, скорее всего, умрет. Ну, потому что, бля, ну ты не будешь покупать раму за 45, за 50, знаешь? А самокат за, там, 30-ку по тому курсу ты купишь, потому что, блядь, это целый самокат. Я могу кататься. Это факт. Сейчас тебе пример приведут. Ну тогда можно было эти, бэушки покупать. А откуда будет бушки, если никто не будет привозить новые запчасти? Сейчас будут прислать. Тогда мы в ТП купим, пуль там 40 тысяч за самый лучший комплит. Бля, это сейчас 40 тысяч за самый лучший комплит. Я не скидку на него делаю, не бейшую. А потом будет уже не 40, будет дороже. Да не, я... Ну, вспомните, бля, как раньше все было. Сколько, бля, каталось народу постоянно. Вот даже у человека выходит профайл, да? Там, бля, ну, 3 минуты минимум. Ну, найди мне сейчас профайл 3 минуты минимум. Они все выходят, блядь, минута, нахуй. И все. Зато у этих, как они, по скутеристу, самокатер, вот так вот. То есть, да, там 2 видоса BMXовых и одни эти. Да даже я иногда сам стою, наш экран залипаю на эти, на скутерские видосы. Бля, прикольно. Но так кататься, мне кажется, сложно. Бля, ну, плюс спину реально убивает. Мне кажется, самокат реально губит твою спину. Ну, если ты малой, там тебе лет 10, то вообще катайся. Ну, бля, если тебе 20, ты решил себе купить самокат. Ну, ты че, нет, вообще забыл. Добре, вот, представляешь, на самокате, бля, даже к Телке на самокате не подъедешь. Вот, ты, бля, что ты с ней перепишешь в Тиндере, познакомился с красавицей. Ну, как красавица. Она тебе, говорит, на чем, ну, катаешься. А ты, говоришь, нет, самокате. Она, говорит, бля, какой авокатный, типа. Вот даже так к Телке подъехал на BMX, ты можешь ее на руль посадить, там. Я тебя хочешь подброшу. Она, такой, бля, а, что ты трюки умеешь, да? Она, ты такой, да, да, умею. Она, такая, умно, сделай, что-нибудь. И ты, такой, на самокате приезжаешь. Она, такая, ты че, бля, у сестры младши шалевать нял. Ну, даже внешний вид, все-таки, как-то, все против, все против системы. Надо идти, блядь, по системе BMX. Ты будешь крутым до тех пор, пока ты будешь кататься на BMX. На самокате ты не будешь крутым. Мое мнение.